Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хутор Антонов небольшой. Всего 700 дворов, но без своего детского сада очень трудно. Родителям приходится возить детей за 5 километров в соседний поселок. Хуторской детсад «Журавлик» закрылся 6 лет назад. Нужен был капремонт. В прошлом году его начали ремонтировать и должны были сдать в сентябре. Но подрядчик попался недобросовестно и сроки затянул, а потом вообще перестал отвечать на звонки. С просьбой поскорее завершить работу, жительница хутора обратилась к губернатору на интерактивном приеме. Я сама работаю. Уже давно жду детского садика, чтобы ребенка отдать. Что приходится бабушек просить, еще там кого-то. Поэтому очень актуально открытие. Открытие «Журавлика» ждут два десятка малышей и все его сотрудники. Мы очень хотим работать. Вы сами видите, что мы стараемся, мы поддерживаем все, что здесь как бы был жилой вид. Не забросили ни территорию, ни здание. Так что очень ждем, ждем открытия. Спасибо, что нам выделили деньги. Спасибо губернатору нашему, что нас увидели, услышали, помогли нам. Сейчас садик готов на 64%. В ближайшее время пройдет конкурс и новый подрядчик должен будет завершить все работы до начала октября. О дате открытия «Журавлика» первым делом спросили губернатора-хуторяне, собравшиеся перед детсадом. 6 июля было заксобрание. Я дополнительные денежки сюда выделяю, чтобы закончить это. Уже состоялось решение, теперь уже нужна просто работа, чтобы закончить. Дай бог, чтобы было все хорошо. А еще местных жителей волнует качество дорог. В их недопустимом состоянии Василий Голубев убедился и сам, когда ехал из хутора Антонова в Цемлянск. Не ремонтировать эту дорогу уже нельзя. Она действительно практически вышла из строя. Основная причина – это большегрузный транспорт, который следует и в том числе и из другой области, и из соседней области. Он перезагружен. И таким образом дорога пришла в негодность. Я сегодня по ней проехал, увидел, что там очень сложно людям передвигаться. Ну и эту дорогу по работе начнем в следующем году. На капремонт 25 километров полотна потребуется не меньше 600 миллионов рублей. Дорожный вопрос прозвучал и на личном приеме губернатора. Есть у нас такой хутор рынок Романовский. Там живет более 100 человек. И дороги к ним совершенно нету никакой. Но они в ней нуждаются. Так как он единственное является, связывает хутор со станицей Красноярской, с поселением Красноярским. 25 миллионов на прокладку дороги уже выделены. Работы начнутся уже в конце сентября, рассказал губернатор. Еще одно обращение от казаков просят расчистить русло реки Кумшак, по которой когда-то шли лодки Степана Разина. Река до того уже заелилась. И климат меняется. И водозабор на поливы, на хозяйственные нужды иссякает. И у нас это очень большая проблема. Кумшак никто не чистил полвека, и русло уже не видно. Все заросло камышом. Первый шаг будет сделан уже в этом году, заверил Василий Голубев. На расчистку 30 километров степной реки выделено 60 миллионов рублей. Мария Филинкова, Мария Индрикова, Тагир Фатахов, Дон-24, Цемлянский район. О повышении качества водоснабжения Василий Голубев говорил с главой Цемлянского района Владимиром Светличным. Водопроводные сети в Цемлянске износились практически на 100%. По распоряжению губернатора уже в этом году на выделенные 6 миллионов рублей нужно провести инженерные изыскания. Следующим областной бюджет даст 52,5 миллиона на проект нового водозабора и очистных сооружений. И в 2020-2022 годах все это нужно построить. Ростовская область – одна из лидеров в организации проведения выборов всех уровней. Об этом на пресс-конференции в Ростове рассказал член избирательной комиссии России Василий Лихачев. И все равно напомнил, что во время избирательной кампании к выборам в областной парламент кандидатам важно вести цивилизованную борьбу, не теряя лица. В 11-м часа начинается информационный период. И естественно партия, а не на то и партия общественных движений, что каждая из них как бы захочет себя проявить, продемонстрирует в публичном пространстве свое эго, свое «я». Это нормальная практика поведения, она как бы европейскому стандартному соответствует. Но очень важно, чтобы это все проходило, как и в целом процессе голосования избирательной кампании правовым полем. Напомню, что агитация в СМИ для кандидатов в депутаты законодательного собрания будет разрешена с завтрашнего дня. А выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Батайское кафе чуть было не осталось без музыки. Стоявшую на террасе аппаратуру стоимостью 100 тысяч рублей украл 28-летний батайчанин, перебравшись ночью через забор, но продать не успел. Был задержан полицейскими. Найти вора помогла запись с видеокамер кафе. Задержанный, кстати, уже был осужден за аналогичное преступление. Теперь он повторит знакомый тюремный маршрут, а украденное вернули владельцу. Все больше дончан, сталкиваясь с проблемами при покупке товаров или получении услуг, пытаются защищать свои права. И все больше недоразумений решаются спокойным общением с продавцом. Для анализа ситуации на потребительском рынке областной департамент ежегодно проводит соцопрос. Его итоги подвела на пресс-конференции директор департамента. Опрос проводился в интернете, чтобы опрошенные были более откровенными. Выводы такие. 70% жителей области считают, что права потребителей в основном соблюдаются. 65% указали, что отстоять свои права в случае необходимости вполне возможно. Высокое число предпринявших хоть какие-либо действия по защите своих прав еще раз подтверждает достаточно высокий уровень правового сознания наших потребителей. Во-вторых, если потребители отстаивают свои права, то, как правило, это успешный результат. Чаще всего потребители сталкиваются с нарушениями в розничной торговле. Это знакомо 68% покупателей. В услугах самая проблемная сфера ЖКХ. С этим сталкивался каждый третий. Примерно столько же нарушений в сфере связи. И каждый четвертый имел претензии при лечении. Интересно, что в борьбе за свои права половина дончан надеется только на себя. Ищут подсказки в интернете, изучают законы, советуются со знакомыми или обращаются к адвокатам. А другая половина – на помощь организаций. В числе организаций, вот еще хотела бы обратить внимание, по оказанию потребителям, по мнению самих же респондентов, являются и контролирующие органы, и отделы по защите прав потребителей, сайт профильный zppdon.ru, работа телефона горячей линии. Большинство опрошенных – 61% – решали потребительские проблемы досудебным, мирным путем. 35% направляли жалобы в вышестоящие инстанции. А число тех, кто свои права защищать и не пытается, сокращается, заметили в департаменте. Евгения Слинкина, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Военные семи стран покорили Эльбрус. Восхождение на скорость стало завершающим конкурсом международных соревнований горных подразделений Эльбрусское кольцо. Этот этап армейских международных игр в Кабардино-Балкарии собрал команды России, Китая, Индия, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Марокко. Последний рывок начался в базовом лагере «Приют» на высоте 4 километра 130 метров. В сложных погодных условиях к вершине первыми добрались натренированные в Гималайских горах китайские солдаты. На путь наверх им понадобилось 3 часа 12 минут. На 12 минут отстали военные из Узбекистана, а третьими еще через 10 минут пришли индейцы. Россияне стали четвертыми. Их отставание от лидера 28 минут, а от третьего призера всего 6. И тем не менее, победив в 7 заданиях из 14, российская горная военная команда выиграла Эльбрусское кольцо. Вторые в общем зачете китайцы, третьи казахи. Экипаж артиллерийского корабля «Волгодонск» Каспийской флотилии лидирует на Кубке моря. Международный конкурс по морской выучке проходит в Каспийском море на полигоне ВМС Азербайджана. Помимо нашей азербайджанской команд, здесь соревнуются моряки Казахстана и Ирана. Представляющий Россию экипаж «Волгодонска» был лучшим в постановке корабля на якорь, стрельбах по плавающей мини и воздушной цели, а также на этапе по борьбе за живучесть корабля. Командам остается показать себя в стрельбе по морской цели. Россияне лидируют, вторым идет экипаж из Казахстана. На матч футбольного Ростова и крыльев советов болельщиков призывают прийти пораньше. Двери Ростов-арены для них откроются за три часа до игры, которая, напомню, начнется в субботу в половине десятого. После игры на прилегающих к стадиону улицах Левобережной и Магистральной на два часа будет ограничено движение транспорта. А уехать со стадиона можно будет шаттлами двух маршрутов – С1 до площади Гагарина и С2 до пригородного автовокзала на Октябрьской площади. Это все новости к этой минуте. Смотрите следующий выпуск в 15.00. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова